Роды в средние века – это, конечно, игра в русскую рулетку. Но, казалось бы, уж кому-кому, а королевам было легче всего. К их услугам были лучшие медики, да и рожали они в королевских покоях, а не в грязной хижине. Вот только на самом деле именно королевам рожать было сложнее всего. Как не сгореть со стыда? Неужели весь процесс родов во всех интимных деталях с интересом созерцали придворные, да и первую брачную ночь тоже? Чем занимался министр чрева королевы? Зачем супруг монархов поили кобылей мочой? Написать перед родами завещание, почему рожать было опаснее, чем пойти на войну? Правда ли, что рожали королевы сидя? Как одна королева рожала с оркестром, а другая в окружении 200 человек? Неужели обезболивали только молитвами? И почему после благополучных родов наследника злоключения королев только начинались? Но перед этим, друзья, хочу поделиться с вами, ну, очень наболевшим. Сидячая работа – это, конечно, ужас для спины и шеи. Сама с этим столкнулась. Терпеть боль в спине и шее или сидеть на уколах и таблетках мне как-то не хотелось. И я нашла для себя выход. Челябинская методика лечения боли в спине, шее и пояснице – кордус сакрус. В Западной Европе и Северной Америке эту методику используют более 10 лет. В 48 странах за это время продано более 150 тысяч аппаратов кордус сакрус. По данным мировых продаж, эффективность метода – 97%. В России методика кордус сакрус, созданная челябинским нейрофизиологом Юрием Корюкаловым, пока малоизвестна. Удивительно. Ведь методика покорила мир, но не Родину. Методика кордус сакрус основана на принципах гравитационной терапии. Она безопасна и нетравматична. Давление аппаратов ограничено весом человека. Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в мышцы на 3 см, что снимает спазм – основную причину боли в спине. Столь глубокую проработку не обеспечивает никакой другой мануальный или аппаратный метод. Методика кордус сакрус эффективна в борьбе с такими патологиями, как спазмы мышц позвоночника, межпозвонковая грыжа, ущемление седалищного нерва, сколиоз и другие. Также проработка аппаратом кордус шейного отдела позвоночника избавляет от головных болей. Методика благотворно влияет и на женское здоровье. Улучшается гормональный фон, повышается либидо, восстанавливается нервная система. Кордус сакрус помогает и подготовится к беременности за счет активизации кровообращения и нормализации положения органов малого таза. Это же помогает молодым мамам и быстрее восстановиться после родов. Одновременное использование аппаратов кордус и сакрус повышает эффективность лечения на 40%, особенно если вы старше 30 лет. Цена одного аппарата всего 3900 рублей, как пара сеансов массажа. Только аппараты, в отличие от массажа, покупаются один раз на всю жизнь и на всю семью. Если за месяц методика не поможет, производитель аппаратов просто вернет деньги. Впрочем, за 10 лет продаж в 48 странах возврат составил менее 2% из 150 тысяч проданных аппаратов. Узнать подробнее о методике и заказать аппараты можно на официальном сайте Кордус Сакрус. Ссылка на сайт и код на скидку 10% в описании под роликом. Став королевой, вы должны навсегда забыть о стыдливости. Приготовьтесь к тому, что даже ваша месячная и регулярность цикла будут обсуждать все окружающие. Так в 16 веке французской королеве Екатерине Медичи послы докладывали о менструальном цикле испанской королевы Елизаветы, которая была ее дочерью. Придворных, да и других монархов, конечно же, в первую очередь волновало не чужое грязное белье, а появление наследников, от наличия которых зависело очень многое. Под таким же пристальным вниманием была, собственно, и интимная жизнь королевы или жены наследника престола. Настоящим испытанием для супругов была первая брачная ночь. В спальне за ними наблюдали опытные родственницы, которые могли давать во время самого процесса совету жениху и так далее. Ну а в той же Англии, для подтверждения того, что брак состоялся, к постели приглашали человек 20, в том числе маму супруга и даже архиепископа. Задача всех этих людей, в случае, если один из супругов захочет развестись, по причине, что, мол, ничего не было, подтвердить, что брак все же состоялся. Как только вы становитесь королевой, все, привыкайте, все окружающие, особенно ваш супруг, с первого дня будут давить на вас. Где, мол, наследник? Что, еще не родила? А почему? Не родить было очень чревато. Беременность была частью королевских обязанностей. Даже самый любящий монарх в лучшем случае просто бы развелся и женился на другой. Ну а чаще всего королев, не оправдавших надежд на появление наследника, отправляли навеки вечные в монастырь, а то и вовсе казнили под любым предлогом. В результате на что только не шли бедняжки, вышедшие замуж за короля. Автор книги «История родов» Рэнди Эпштейн пишет, что королева Франции Екатерина Медичи, жившая в XVI веке, так сильно старалась забеременеть, что пошла на отчаянные меры. По совету средневековых, так сказать, специалистов, ей пришлось, цитирую, «пить кобылью мочу и опускаться прямо своим источником жизни в коровий навоз, смешанный с измельченными оленями рогами». Но если вы вслед за этой отчаянной королевой наконец забеременели, на этом ваши злоключения только начинались. Теперь матери будущих королей и королев и вовсе находились под постоянным наблюдением придворных. Мало того, с объявления о беременности супруги монарха королевский совет назначал министра ее чрева. Теперь уже не королева, а чиновник решал, что и когда делать ее величеству. В его обязанности входил в том числе и контроль за всеми посетителями королевских покоев. Надо сказать, должность незавидная. За любые сложности во время беременности королевы он мог поплатиться головой. Ну а самое главное, что королева обязана была еще и родить на свет именно сына. Да-да, в том, что родилась девочка, а не мальчик, виноватой считалась только мать. Роженица, мол, плохо старалась. Средневековые люди были уверены, что пол ребенка меняется в течение беременности, исходя из того, как ведет себя роженица. Если на свет появлялась девочка, это значило, что у плода якобы не развились мужские признаки из-за неправильного поведения матери. Вокруг беременной королевы плясали целый отряд врачей. Ну а самые популярные у врачей той эпохи средства – кровопускание и клизмы. Вот и мучили несчастных королев и тем и другим. Считалось, что это лучший способ подготовить к родам. Но и клизмы – полбеды. На поздних сроках и вовсе начиналось ужасное. Бедняк запирали в темной комнате, окна которой были не просто плотно закрыты, а еще и завешаны толстыми габелинами, чтобы, не дай бог, проник свежий воздух. При этом учтите, что воздух обкуривали ладаном и травами. Духотища была жуть. Свет тоже, как считалось, вредит беременной. Если бедняжке становилось не в моготу, а дыма и темноты, ей могли позволить полежать при свечах. В общем, к моменту родов постоянная головная боль и тошнота были гарантированы. Эта темная комната, в которую не попадал ни солнечный свет, ни свежий воздух, должна была олицетворять матку. Беременным королевам, к тому же, категорически запрещали вставать. Говорили при них только шепотом. Чтобы бедолага не сошла там с ума от тоски, ее развлекали. Например, чтением Библии и пением молитв. В общем, обхохочешься. Неудивительно, что популярностью пользовались зелья от страхов и навязчивых мыслей. Их давали беременным королевам. Туда входили ладан, мирт, куриный бульон и драконова кровь. Несмотря на громкое название, это смолы различных растений. Чем сложнее была беременность, тем больше времени бедная королева проводила в такой тюрьме. На королей также давили. Считалось, что если наследника никак не появляется, значит он неправедный король. Недаром же Генрих в сериале Тюдоры так переживает о рождении именно сына. Вот как писал об этом богослов Фалкуин. Добродетель короля – это благосостояние всего народа, победы воинов, хорошая погода, плодовитость, потомство мужского пола и здоровье. Чем больше наследников рожала королева, тем выше был ее статус и влияние. В общем, чем больше рожаешь, тем более прочное положение занимаешь на троне. Так, арагонская королева Иоланда де Бар родила супругу Хуану Первому шестерых детей. Вот только до совершеннолетия дожила только одна дочь. Когда ее супруг умер, ей пришлось, чтобы не потерять власть, даже прибегнуть к хитрости, соврать, что беременна. Хоть это было и не так. Но и это все цветочки по сравнению с самими родами в средние века. Во-первых, забудьте об обезболивающих препаратах. В средние века верили, что болезненные роды – наказание женщинам за первородный грех. А значит, невыносимая боль просто необходима. Нет, испытанные средства, конечно, были. Например, сыр или масло, на котором были написаны магические символы для защиты плода. Таким средством в природах пользовалась знаменитая королева, секс-символ средневековья Алейнора Аквитанская. В эпоху Тюдоров обезболивание в природах сводилось к молитве или к реликвиям. Так сестре короля Генриха VIII Марии Тюдор, да, той самой из сериала, настоятель Вестминстерского аббатства, одолжил христианскую реликвию поезд девы Марии. А вот первый обезболивающий препарат – хлорофорум – в природах рискнула использовать только королева Виктория в XIX веке, чем, кстати, дико шокировала общественность. На анестезию она согласилась во время восьмых родов и пришла от нее в полный восторг. Кстати, эта королева, рожавшая девять раз и ставшая бабушкой Европы, ненавидела беременности роды, вспоминала их с ужасом. А своей первой беременности, которую она встретила в штыки, так как считала, что они с глубоко любимым ею мужем еще не успели пожить для себя, писала так, цитирую, «Деторождение испортило первые два года моего замужества, и как же я была несчастна! Она терпеть не могла младенцев, я не испытываю к ним нежности до тех пор, пока они не становятся маленькими людьми», и так далее, и так далее, и так далее. А когда дядя пожелал ей в письме еще много детей, она его сурово отсчитала, «Вы не можете желать, чтобы я стала матерью большого семейства, ведь вы не хуже меня, понимаете, каким неудобством это станет для всех нас и для страны, не говоря уже о том, сколько тягот испытываю лично я. Мужчины никогда не задумываются о том, как тяжело нам, женщинам, проходить через все это». Похоже, у нее послеродовая депрессия просто не успевала закончиться. Материнская и младенческая смертность была очень высокой и среди королевских особ. В Средневековье считалось, что выжить в родах – задача самой женщины и Бога, а вмешиваться в промысел Господний запрещала церковь. И правда, статистика гласит, что женщин при родах тогда гибло намного больше, чем мужчин на войне. Люси Уорсли в книге «Английский дом. Интимная история» приводит такие цифры. В Средние века при родах погибали две роженицы из ста. Учитывая, что женщины нередко рожали по десять и более раз, угроза смерти была вполне реальной. Церковь рекомендовала при малейшей угрозе спасать жизнь ребенка, потому что младенца надо было успеть покрестить, чтобы его душа попала в рай. А душа женщины, умершей во время родов, и так, мол, туда попадет. В результате при тех же тюдорах аристократки заказывали перед родами свои портреты мужу на память, если больше не увидится, и писали завещание, понимая, что риск умереть очень-очень и очень высок. В Средневековье уже стали делать кесарево свечение, но это была как раз та ситуация, когда женщину приносили в жертву. Спасали ребенка, понимая, что шансов выжить после операции у роженицы не было вообще. Доктора тогда не зашивали матку после разреза, считая, что она срастется сама собой. В результате женщины истекали кровью. Даже в королевских покоях не шла речь о соблюдении гигиены и санитарных норм, и королевы, и новорожденные наследники престола очень часто погибали от заражения крови. Сепсиса, который тогда называли родильной горячкой. Ни повитухи, ни врачи перед тем, как осматривать рожающую королеву, руки не мыли. А учитывая, что доктора прийти могли после того, как поработали с трупами, было это крайне опасно. Как пишет журналист BBC и врач Люси Уорсли в книге «Английский дом. Интимная история», в 1865 году женское медицинское общество обращалось к врачам с просьбой не приходить в родильный покой прямо из анатомического театра. В ответном заявлении медицинский журнал Lancet назвал эту просьбу «совершенно необоснованной». Причиной после родового сепсиса, мол, является вовсе не инфекция, а состояние ума женщины, вызванное перевозбуждением. И это вторая половина XIX века. Что уж тут говорить про средние века. Так от горячки спустя 12 дней после родов умерла любимая третья жена Генриха VIII Джейн Сейнур в 1537. И это несмотря на то, что король окружил ее невероятной заботой. Джейн родила королю долгожданного наследника, но после ее смерти король женился на другой, хоть и очень переживала Джейн и велел похоронить себя рядом с ней. Малейшие осложнения заканчивали смертью и матери, и младенца. Родить близнецов и выжить было практически невозможно. Многие дети рождались мертвыми. Четверть умирала в первую неделю жизни, а до года доживала не более трети. Ну а теперь, зная все это, представьте, что у вас начинаются схватки. Вы звоните в колокольчик, но помимо врачей к вашей постели кидается еще и толпа придворных. Прикрыться вам не разрешается, и все, включая мужчины, забоченно созерцают ваши самые интимные места. Никто не хочет пропустить момент и не увидеть, как покажется головка принца или принцессы. Жуть! Нет, непосредственно в средние века при родах могли присутствовать лишь повитухи или женщины, уже родившие. Мужчин не подпускали и на пушечный выстрел, даже врачей. А вот позднее, в новое время, королевские роды превратились в увлекательный аттракцион для знати. Особенно нелегко пришлось во время родов королеве Франции Марии Антуанетте. Той самой, которой приписывают фразу про бедняков. Если у них, мол, нет хлеба, пусть едят пирожные. Кстати, вот так она бы выглядела сегодня на взгляд художницы Беллы Саладин. Мать Марии Антуанетте, императрица Священной Римской империи Мария Тереза, отменила публичные роды у себя. Но ее дочь Мария Антуанетта рожала не на родине, а во Франции. И этот крайне интимный процесс по традиции был превращен в настоящее шоу для придворных. Когда рано утром 19 декабря объявили о том, что роды начались, многочисленные аристократы и слуги кинулись в ее покои. Вот как описывает все Антония Фрейзер в книге «Мария Антуанетта. Жизненный путь». Цитирую. Толпа по большей части оставалась во внешних комнатах, однако из-за неразберихи некоторым удавалось проникнуть во внутреннюю часть. А горничная королева Мадам де Компань писала в мемуарах. Поток любопытствующих, ворвавшихся в покои, был так бурен и многочислен, что становилось страшно от того, что королева погибнет в этой толпе. Некоторые придворные были обнаружены даже наверху, на мебели, куда они забрались для лучшего обзора. Напомню, королева не могла даже прикрыть самые интимные части. Все должны были убедиться, что это именно она родила ребенка. Бедная женщина из последних сил, чтобы сохранить остатки достоинства, старалась сдерживать крики, но от этого ей было только хуже. Роды были тяжелые, затянулись на 12 часов. Когда показалась головка, и врач крикнул «Королева рожает», натиск толпы был таким, что пришлось закрепить тяжелые гобелены шнурами, чтобы они не рухнули на голову бедной королеве. Процитирую еще раз Антонио Фрейзер. Невероятное количество людей, сильная жара, а также отсутствие свежего воздуха в покоях, окна которых были закрыты в течение долгих зимних месяцев. Всего этого было слишком много для женщины, которая мучилась в течение 12 часов. Королева просто потеряла сознание, но толпа этого даже не заметила. Не легче пришлось, опять же, в новое время и Марии Терезии Испанской. Застенчивая до нельзя супруга французского короля Солнца, Людовика XIV, была ну совсем не приспособлена рожать на публику. Ее, воспитанную в строгости, смущали даже откровенные наряды французских дам. А тут обнажить перед всеми такое. Когда 1 ноября 1661 года у бедной Марии Терезии начались схватки, у нее в покоях собралась толпа придворной, слуги и сам король, который решил, чтобы роженице не было скучно. Это во время родов, да? Так вот, чтобы ей не было скучно, он под окнами организовал оркестр и балет. Причем все приглашенные артисты были испанцами, то есть земляками королевы. Спасибо, что хоть не в покое пригласил. Как пишет все та же писательница Антония Фрейзер в книге «Любовь и Людовик XIV. Женщина в жизни короля Солнца». Считалось, что звуки испанской музыки и стук кастаньет развлекут бедную королеву, которая все это время кричала на родном языке «Я не хочу рожать, дайте мне умереть». Впрочем, она выжила, как и родившийся мальчик. Всего королева рожала шесть раз. Обязанность рожать публично, как часть королевской службы, отменила лишь Елизавета II. Впрочем, и такая толпа на родах не гарантировала, что ребенка признают рожденным именно королевой. У королевы Англии Марии Моденской за 10 лет брака было 10 беременностей, но рождались либо девочки, либо и вовсе беременность заканчивалась печально. Короне очень нужен был наследник. Когда она рожала в одиннадцатый раз, на роду пришли 70 человек, в том числе послы иностранных государств и сам король. Родился здоровый мальчик. Казалось бы, вот оно. Вот только на роду не успели приехать архиепископ Кентерберийский и высокопоставленные протестанты. И поползли слухи, что поскольку на родах были одни католики, мальчик подменен и не является наследником престола. Король Яков II собрал тайный совет, на котором представил показания более 40 очевидцев, клянущихся, что своими глазами видели, как этот мальчик после мучительных родов появился на свет. Один из них, протестант из семьи акушеров Хью Чемберлин, заявил, цитирую, «Я уверен, что никто не мог пронести незнакомого младенца в кастрюлю с теплой водой, без того, чтобы я этого не заметил». Но и это не помогло. Протестанты свергли короля, а он сам с женой-наследником сбежал во Францию. Кстати, в средние века королевы и аристократки рожали, сидя на корточках на специальном стуле. Их называли кресло-стонов. В королевском исполнении в 16 веке они были обтянуты парчой и дополнялись медным тазом. Кстати, на корточках рожали еще со времен Древнего Египта. По одной из версий, рожать лежа стали из-за короля Франции Людовика XIV, ну, мужа той самой несчастной Марии Терезии, у которой под окнами играл оркестр. У Людовика была интересная страсть – наблюдать за появлением на свет детей. Но традиционный стул заслонял ему обзор. И тогда-то по этой легенде Людовик XIV и придумал новый метод родов. Женщина должна была лежать на спине, а король мог видеть весь процесс в деталях. Для этого даже сделали специальную кровать. Так мужчина прервал многотысячелетнюю традицию человечества и ввел моду на роды лежа. Сразу после рождения наследника необходимо было обложить со всех сторон лепестками роз и натереть солью. Приложить к материнской груди ни в коем случае считалось, что это очень вредно и для наследника, и для матери. Да и вообще, материнское молоко, как считали странные ученые того времени, в течение первого месяца лактацию чуть ли не ядовитое. Его на полном серьезе советовали давать сосать волчонку или щенку. У наследных принцев и принцесс были кормилицы. Если же рождался мальчик, то и вовсе он целиком и полностью принадлежал не матери. Его могла даже сразу забрать свекровь. Так у той самой намучившейся Марии Антуанетты тогда, к ее счастью, родилась девочка. И она сказала, сын уже с пеленок принадлежал бы государству, а ты будешь со мной, позаботишься обо мне, разделишь со мной счастье и печали. Ну а бедную королеву после родов, как правило, забывали все, отправляясь праздновать рождение наследника. Ну, предположим, у вас все получилось и роды прошли благополучно. Все? Можно выдохнуть? Нет, во-первых, вам теперь нужно не умереть от родильной горячки. Но, во-вторых, вы по-прежнему в заключении. Женщина после родов считалась нечистой, и ей еще долгое время не позволяли выходить из заточения. Мыли ее спустя две недели, когда разрешали садиться. Так Мария Антуанетта в постели оставалась 18 дней. Если вы все же умудрились выжить, вопреки всему, и родили здорового ребенка, даже мальчика, не спешите радоваться, поскольку очень мало детей доживало до сознательного возраста, теперь ваша задача – нарожать запасных. Так императрица Мария Тереза за 19 лет родила 16 детей, в их числе и ту самую Марию Антуанетту. Та, в свою очередь, тоже не остановилась на жутких первых родах. Марию Антуанетта родила четырех детей, трое из которых умерли от туберкулеза. Рождение первого и последнего ребенка, кстати, чаще всего становилось причиной смерти королев. Вот такая вот история.